Вступительная лекция А мы перейдем в другую стадию, из стадии информации в стадию опыта, потому что для Всевышнего и для духовного вашего развития ценно, только ваш опыт ценен. Что я вам продаю? Сетевой маркетинг. Я вам продаю ключ от вас же самих. Так судьба решила, так Всевышний организовал все это шоу, что получается у меня выдавать вам лично персональный ключ от потока. Мы назовем это так, поток. Но в свою очередь мы можем это назвать не поток, а состояние тотальной связи с учителем. С каким учителем? Я повторяюсь, я сей-бабист. И в своих лекциях я опираюсь на его слова, потому что это мне близко, это со мной резонирует. И сей-баба говорил, что очень внимательно выбирайте учителя. Не бросайтесь в объятия первым попавшимся. Слушайте, что он говорит. Смотрите, что он делает. Совпадают ли его слова с его делами. Постарайтесь почувствовать учителя внутри, ваше, не ваше. Но в свою очередь, сей-баба говорит, что более предпочтительный, или можно сказать, один из самых лучших вариантов, это тогда, когда у вас есть духовный незримый учитель. То есть вы смогли организовать связь с вашим ангелом-хранителем, с вашим адептом, с вашим сверхсознанием, со Всевышним напрямую. Когда эта связь организована, вам уже никакой учитель не нужен. Вам никакое учение не нужно, потому что все ваши поиски и все, что вы прочитали и практиковали, привело именно к этому финалу, что вы получите связь со своим учителем. Вот у Багавана, там, кальки-аватара, у него там в Ашами дают 10 разных практик. Пожалуйста, вот практика, вот практика, вот практика, вот. Выбирай, что хочешь, но делай хоть что-нибудь. Если вы получите состояние тотальной связи с учителем, вам выбирать уже не придется. Вам придется только одно – довериться. Тотально довериться той силе, которую будет проявлять вначале через ваше тело только. Вы добровольно будете отдавать себя на волю Всевышнему, на волю Учителя, и Он будет первым делом что? Восстанавливать вас, лечить вас, ставить позвоночник на место ваш, лечить ваше эмоциональное тело. Он будет выталкивать из вас пробки ваши эмоциональные. Весь мусор, который есть, он потихонечку-потихонечку будет из вас это выталкивать. И по мере вашего доверия, по мере вашей веры и практики, Он будет очищать ваши каналы, меридианы, и вы будете просто потихонечку становиться светлячками. И когда вы только отдадите себя на волю Всевышнего, Он уже будет проникать в вас и действовать в этом мире через ваше тело. А вы будете только наблюдателем этого действия. А как же быть содержанием? Вдруг кто-нибудь подселится? Вдруг пассажир какой-нибудь заскочит в эту щель и будет управлять вами? Забудьте! Этого не будет. Потому что перед тем, как подключить вас к состоянию, или включить в вас состояние потока, или подключить вас к вашему сверхсознанию, проводится инициация. Это убирается все возможные варианты какой-либо проникновения, убирается ваши копья, воткнутые вам в спину или в грудь со стороны доброжелателей, обрываются все ваши вампирные связи, где с вас кто-то подкачивает или вы с кого-то подкачивает, ваши сексуальные связи, которые вас держат, они тоже все будут обрезаны, вы станете как новорожденные. И в этот момент произойдет связь. Связь с самой высшей точкой, на которую вы способны в принципе. Но эта точка находится, поверьте, не на земле, и не в астрале, и не в ментале, а еще выше. По самому высшему уровню вы подключитесь напрямую к вашей дживе, божественной, оживотворяющей энергии. И когда вы будете отдавать себя на волю этой силе, она знает все ваше прошлое, она знает ваше настоящее и знает все ваше будущее. И эта сила, будучи из вас, практиковать, отдадите себя на волю высшему, которая будет для вас же делать практику. Ну, хатха-йогу, атма-йогу, боевые искусства туда можно получить, способности к мануальной терапии, к шиацу, к бесконтактному бою, к энергетическому бою, к чтению мыслей у кого-то, у кого-то открывается от этих глаз, кто-то видит ауру. Много всяких способностей могут открыться через этот источник. Учитывая ваши предыдущие накопления, но что ваша цель? Вот с этим нужно разобраться очень четко. Если ваша цель – сверхспособности, да, может быть, вы их получите. И как только вы пожелаете эти сверхспособности присвоить, вы попадете либо в ловушку этих способностей, либо потеряете их вообще. Все, что через вас будет проявляться, это его. А вы – добровольный инструмент его. И вы добровольно, в полном сознании отдаёте себя на волю его. И он действует через ваше тело. Когда вы просто сидите, нырнув в это состояние, уже работа делается. Уже вокруг вас такая вибрация, которая гасит агрессию, раздражение, апатию, уныние. Эта энергия уже приводит ваших окружающих людей либо в спокойствие, либо отталкивает их. как свет отталкивает, убирает темноту. Точно так же. Вроде бы ничего не делается, но вы находитесь в этом состоянии, и работа уже происходит. Проходите, проходите. Получив состояние тотальной связи с учителем, вам не нужно уже искать практику. Это состояние и есть ваша практика. В этом состоянии, отдаваясь на его волю, уже практикует Всевышний конкретно с вашим телом, а постепенно вы чувствуете, как происходит изменение вашего сознания, потому что из этого источника вы получите десятки, сотни, тысячи подтверждений истинности этого состояния. и сомнения ваши развеются, вопросы ваши уйдут, и останется только одно спокойное, мощное. Я есть. Очень многие боятся этого состояния, состояния пустоты или, допустим, там просветление, как говорят многие. Я не говорю, что это придет к просветлению. Это такое странное слово, которое уже используется, как картошка, как слово картошка или еще какое-нибудь. Это очень важное слово, имеющее огромный смысл, но люди забыли, что это значит. Да, вся ваша практика, вся цель вашей жизни прийти к просветлению. Просветление очень просто, слияние с единым. И нельзя понять единого. Умом понять нельзя. Это знание находится за пределом ума. Просветление можно только пережить. Пережить это значит стать единым. Просто стать единым. Когда все в творении и есть ты. И ваша практика, ваша работа в состоянии потока, ваша работа в состоянии тотальной связи с учителем и будет кратчайший путь от себя к себе. Сайбаба как-то сказал такую фразу. Я отделил себя от себя, чтобы возлюбить себя. Так вот вы все частицы единого. Как-то когда был молодой Сайбаба к нему пришел один человек, он был еще 14 лет он начал объявил себя аватаром. Пришел и сказал так ты утверждаешь что ты бог? Он говорит я в первую очередь утверждаю что ты бог. Вот ты об этом забыл а я помню. поэтому без всяких страхов, без всяких проблем вы можете активировать в себе эту божественную часть, которая знает что вам делать. Вам не нужно будет ломать голову, вам делать такую садхану или такую садхану, такую йогу или такую йогу у вас с вас будет требоваться только одно довериться этой высшей силе, которая будет делать то, что вам нужно в данный момент, в данное время, учитывая расположение всех планет во Вселенной. Вы в этот момент, когда вы уходите в состояние потока, вы становитесь абсолютно гармоничны со Вселенной. И вы это почувствуете. Вы почувствуете, что значит стать легким, беззаботным, пусть даже на короткое время. Многие из людей даже не знают, что это такое. Сегодня одна женщина мне сказала, я делал индивидуальный прием, и она сказала, я вообще-то считала, что я знаю, что такое спокойствие и умиротворение. Но она говорит, но я ошибалась. Оказывается, есть более глубокое состояние спокойствия и умиротворения. когда вы будете входить в состояние тотальной связи с учителем, это не значит, что вы станете как овощ, которым будет все параллельно. Ваша голова будет абсолютно ясная, ваш ум будет абсолютно ясный, вы не будете ни под каким гипнозом, вы только будете получать практику на основе вашей веры, учитывая, что получите ключики. Персональный каждому. Каждый получит этот ключик, который может использовать. Есть учителя, которые находят источник и дают всем пить со своей ладони. А есть учителя, которые находят источник и всех приводят к этому источнику. Петя, а я даже не тот учитель. Я просто вам лично выдаю ключик и вы самостоятельно будете дальше работать. Кто как, по-разному, индивидуально. Кто-то может после этого работать активно 4 года, 5 лет подряд, я знаю такие случаи, а кто-то 2 месяца. Но в любом случае вас внутри уже будет сложен этот механизм, который вы всегда сможете включить. Либо этот механизм сам включится в вас, когда вам потребуется. В критических ситуациях, в опасных для жизни ситуациях, этот механизм включится автоматически. И я думаю, что здесь присутствуют люди, которые уже проходили это состояние. Вот я сейчас был в Челябинске и один мужчина говорит, я уже знаю что это такое. В каких ситуациях, когда ты на машине едешь, и здесь ты четко понимаешь, какая-то ситуация, и ты вообще не контролируешь ничего, а тело само куда-то крутит, что-то нажимает, и ты выскакиваешь вроде бы из смертельной ситуации, и ты это не контролировал. Поток это то же самое, это яркое проявление потока, только у человека не было механизма сознательно входить в поток. А сейчас он получил этот механизм. Он может вообще сесть в машину и все время ехать в потоке. И руки, и ноги будут работать сами. И я на себе проверял такой момент. Выехала из Москвы, только-только там мне врубили в эту тему, еду из Москвы, там после на Вологду едем, у меня супруга из Вологды, тещеньку навестить, и там двухполосный автобан, после Москвы лечу, это был 89-й год, только начало беспредела. Лечу на своей восьмерке, газ полный, но я вообще гонщик по жизни был или есть, не знаю. И здесь я смотрю, как у меня нога, сбрасывает газ и начинает потормаживать. Ехал ночью. И я с уделением смотрю на свое тело, думаю, что ж оно делает. И здесь мы скакиваем за поворот, а дорога перекрыта бревнами. Вот такими. И у меня скорость, наверное, осталась километров на 50, и я смог вывернуть и между двумя лежащими бревнами вот так вот поскочить параллельно и поехать дальше. у каждого были такие ситуации. У кого осознанные, у кого неосознанные. Поток осознанно входишь в это состояние и позволяешь Всевышнему действовать через свое тело. Это можно поменять в практике. Первая фаза работы в потоке это отдача себя на волю Всевышнего. Ни больше, ни меньше. Максимально на волю Всевышнего отдача. И он начинает тебя ремонтировать. В полном смысле этого слова. У меня есть много примеров, как он начинает ремонтировать. Позвоночник ставить, диски на место ставить, суставы разрабатывать там, еще что-нибудь и некоторые болезни проходят, некоторые не проходят. Логики я не вижу, но факты есть и очень много. Даже с этой точки зрения просто оздоровить себя это уже полезно. Хотя бы так. А если вы еще и духовные искатели, если вы еще ищете что-то, что вы не нашли в этом мире, если от этого мира потихонечку вы задыхаетесь или не задыхаетесь, но понимаете, что нет той полноты жизни, у вас тут и есть вот это предощущение, что жизнь может быть другой, но вы еще не встречались, и вы ищете, вы ищете практику, вы ищете ездить в Индию, вы читаете книги эзотерические, эзотерические, все, что попадет, вы накапливаете, накапливаете, оценен только опыт. На какой-то момент вы уже устали, все, не знаете, куда идти. И Всевышний, когда вы уже вот так вот лапки расставили и сказали, я не знаю, что делать, я твой. И он вас приводит куда? Туда, куда надо. И вы получаете напрямую руку с небес от него, который берет вас за руку и начинает вытаскивать. И он это делает только в одном случае, в случае вашего добровольного согласия. никогда та сила, которую вы получите, не сможет навредить вам и кому-либо. Это сила, защищающая сама себя. Как только вы во гневе, это не работает. Как только вы в страхе, это не работает. Как только вы в сильном желании, это не работает. Только во благо. Можно этот поток. Ну, допустим, я мальчик, понятно, мне было интересно боевые искусства. Я всегда смотрел это с удовольствием, но никогда не тренировался, потому что приду, вот я ходил там еще в Минске, ходил на занятия там карате, всякие там джинь-джинь-пинь, там что-то, я не знаю как, я их не учил. Приду, в зал посижу, посмотрю, не то. Вот не то и все. Во второй зал приду, посмотрю, не то. И думаю, или я такой неправильный, всем то, а мне не то. Когда я получил этот поток, я понял, что действительно это не то. и я после этого так получилось, что переехал жить в Германию, и где-то уже, наверное, год-полтора тренировался сам. Ну, в потоке ты можешь войти в поток, просто встать в состояние, и поток начинает тебя шлифовать. Ты работаешь, ну, индивидуально, кто 15 минут, кто 20, кто 45, кто 50. Я работал по 3-4 часа в день. лет 5. Я не мог лечь спать, пока не отработаю. И пришел я в Берлине в секцию кунг-фу. Там все мастера, все крутые, Берлин, там столица, то есть все. Пришел в одну, в один зал, там тренирует китаец, кунг-фу, спрашивает, тренировался, да, сколько, полтора года. Кто учитель, самостоятельно, покажи, показал, иди отсюда, вон, лгун. В вторую секцию пришел. Тренировался, да, сколько, полтора года. Кто учитель, сам самостоятельно, покажи, показал, что ты врешь, иди отсюда. Прихожу в третью секцию. Тренировался, тренировался, 9 лет, где, в тибетском монастыре, покажи, показал, о, класс, вот это чувствуется тибетская школа. Так что, оттуда идет истинное искусство, истинное йога. У нас в Берлине есть одна девушка, тренируется, она так, пошла по йоге. У нее в голове было желание заниматься йогой, она вошла в поток, и вот она уже второй год по хатха-йоге в основном занимается. и в Индии мы были у Саи Бабы, и там были уроки йоги. И она с утра ходила на йогу, и вот когда учитель учил их такой позе, такой позе, так дышать, сяк дышать, и когда все расходились, она просто ходила в поток и делала ту йогу, которая шла просто. и как-то она заметила, что учитель так это и за угладным глазом наблюдает за ней. После подошел и сказал, а кто тебя научил? Ведь эти вещи передаются от учителя к ученику напрямую. А это всего лишь поток. Это всего лишь истинный источник знаний и практик, который есть у каждого внутри. И вы его получите. Но для начала давайте разберемся с маленьким моментом. Если мы уже готовы здесь в зале, присутствующие, готовы отдать себя на волю Всевышнего и позволить ему захватить его тело. это малость всего лишь. Представляете, просто захватить тело. Вот такая маленькая вещь, вера, всего лишь позвольте Богу захватить ваше тело. Но если вы пришли к этому, то значит существует понятие, что есть Бог, и существует понятие, что на все воля его. Вы сидите все здесь по воле его. Вся ваша жизнь до этого была по воле его. И ваша будущая жизнь будет по воле его. В Евангелии сказано, даже волос с головы не упадет без воли моей. Правильно? И в Коране сказано также, что без воли Аллаха ничего не происходит на земле. И все, что с вами было в этой жизни, это было по воле его и вам на пользу. Самые ужасные вещи, которые с вами случались в этой жизни, были по воле его и вам на пользу. Как только вы будете рассуждать на эту тему и приблизитесь к этому пониманию, что все, что с вами было по воле его и вам на пользу, вы можете моментально избавиться от груза обид, от груза претензий к родным, близким, к насильникам, просто к каким-то козлам. Вы сможете освободиться от этого груза, который вы тащите на своих плечах только одной фразой на все воле его. А дальше, ведь эта же фраза относится не только к окружающему миру, эта фраза относится и к вам лично, это значит и все, что вы сделали, но то воля его. Это значит все, за что вы себя терзаете, вините, или считаете, что вы упустили шанс, отбросьте, не надо. Все было по воле его и вам на пользу. и вот это всего лишь маленькая фраза на все воле его может вас сделать такими легкими и уже можно сказать почти счастливыми. Маленькая фраза на все воле его. Вы здесь все сидите по воле его, но вы сидите не потому, что в этой жизни как-то вам захотелось чего-нибудь остренького. Вы в своих прошлых жизнях сидели и медитировали. Вы в своих прошлых жизнях искали, практиковали и молили Всевышнего. Всевышний дай мне истинного учителя. Вы молили его годами жизнями, чтобы он дал вам вашего высшего духовного учителя и вы все получите его. Через маленький момент, через момент веры и моей инфекции. Да, вот так все просто решается. беспокоиться? Разговаривать? Всего лишь нужное время, нужная обстановка, нужные люди и немножко веры. Начальный хотя бы росток веры. Я могу сказать, что я ортодокс, я крещён в ортодоксальной церкви, но я одновременно являюсь и мусульманином, и буддистом, и кришнаитом, и баптистом, и даже свидетелем Иеговы. Одновременно никакую религию я не отторгаю и никогда не отторгал. Я саибабист. Это звучит как-то так отталкивающе. А я могу сказать, что у саибабы нет религии. У него есть универсальное учение о едином. Все религии верны, все ведут наверх, основанные на вере. Любая вера придёт вас наверх. И он это многократно доказывал, допустим, есть такая практика в Индии. Если ты будешь считать в течение 108 дней какую-то определенную мантру столько-то раз, то божество обязано тебе явиться. И вот одна девочка читала эту мантру столько-то 108 дней, столько-то раз, как положено. И она когда впервые приехала к Саибабе, то она увидела не Саибабу, а то божество, в котором она молилась. И когда Саибаба пришёл в нормальный вид, он ей сказал, а ты что пугаешься, ты же молилась, ты же просила. И ваша связь с Высшим, это будет прямой канал со Всевышним. Вам не надо будет молиться, же сильно не без и до связи с имя твое, даже не задумываясь, о смысле этих слов. Молитва, повторяющаяся молитва, это та же мантра, чтобы остановить ум. А настоящая молитва, это разговор глаза в глаза со Всевышним, без вариантов «Господи, если ты есть». Надо бросить это. Русские как-то спросили своей Бабу, Баба, вот какая правильная молитва, такая или такая? И стали наши ортодоксальные молитвы долдонить. Он сказал стоп, 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 стоп. Вот представьте себе, что в вашей семье ваш ребенок будет с вами разговаривать так, как вы сейчас со мной. Он будет повторять одни и те же слова постоянно. Это что, будет диалог? Я что, пойму, что он хочет? Нет, не пойму. Поэтому с Богом разговаривает без всяких но и без всяких заготовленных эскизов. Говорят изнутри искренне, четко, ясно и внятно. И не сомневается, что он каждое слово слышит. Состояние потока, состояние тотальной связи с учителем будет подтверждением того, что Бог услышал ваше молитвы. Есть кто-то переживает ярко, есть кто-то переживает неярко это состояние, но каждый получает какой-то свой необычный для него требуемый опыт или импульс или подтверждение, где укрепляется вера и уходит сомнение. Практика применения этого потока для меня была ежедневно в течение пяти лет по три часа. Для кого-то может быть 15 минут. Саибаба сказал как-то, что духовностью тоже можно объеститься. И вы, наверное, проходили такие состояния, когда ты что-то делаешь, делаешь, вроде все говорят это правильно, а что-то делаешь, делаешь, а после так становится муторно. тебе бы страшно, если ты продолжаешь делать, потому что ей сказали это хорошо. Одна моя знакомая в Берлине, она пошла к Пракашу, кто слышал такой в Индии учитель есть, Пракаш, она пошла, он там в 4 утра вставать, в холодном душе обмываться, сидеть медитировать, повторять свою мантру, которую он дал. И вот она три месяца матерясь по-черному, вставала утром, обливалась холодной водой, после проклиная себя за то, что она это дело сидела и повторяла мантры, какая польза от этого? А польза есть. Она постепенно понимает, что истинное только внутри. Нужно следовать интуиции, а не советам других. У Саибабы есть такая книга Садхана, и там есть такая фраза «Примените хотя бы какую-нибудь Садхану, переведем на русский практику, хоть какую-нибудь примените, и я, может быть, продлю ваши годы, чтобы вы достигли цели». Но вы уже применяли и ту Садхану, и сю Садхану, и дышали, и не дышали, но все равно в результате вы пришли сюда, и вы получите истинную Садхану, состояние тотальной связи и есть состояние истинной медитации. Но медитации активной. медитации подразумевает отключение ума, остановку ума. А я говорю, в этом состоянии вам не нужно отключать ум. Вы можете в этом состоянии ругаться с соседом, с незримым, ходить за покупками, заниматься своими повседневными делами, только не вмешивайтесь в ту силу, которая проявляет себя через вас. Разделите действия тела от вмешательства ума. И когда ваше тело начнет делать что-то непонятное, да, вы можете смотреть за этим, вы можете наблюдать, вы можете удивляться, но не вмешивайтесь, не корректируйте, как вас учил заезжий факир Вася. Не надо. Потому что то, что будет исходить из вас, будет истинно для вас. Я вот сейчас был с семинарами в кое-каких городах, и когда только начало, и вот кто-то входит в поток, и у него там такие движения, он начинает двигаться так красиво, плавно, он может быть последних семь-восемь воплощений в Индии воплощался и был танцовщиком, и он входит в поток, и у него начинаются движения красивые, и кто-то смотрит туда будет, о, я тоже так хочу, входит, и у него такой вот, не хочу я так, не ждите соседской булочки, у каждого будет своя булочка и с изюмом, которая нужна вам, персональная. поднимите руки, кто уже инфицирован? Ползала. Кому я рассказываю? Я неофитам рассказываю, кто только пришел первый раз, кто еще не знает, что это за наркотик без вредных последствий. хорошо, давайте вопросики какие-нибудь есть, давайте я отвечу. Что мне рекламировать состояние тотальной связи с учителем? Может, я буду рассказывать что-то интересное для себя, а что интересно вам? Задайте вопрос. Ну, ты добавишь такое выражение, что между мной и вами посредников не можно. Да. Абсолютно верно. Я не посредник. Я есть вилка и розетка. Электрик называют папа и мама. Я просто прихожу и помогаю вам воткнуть папу и маму розетку и вилку. И я не стою между вами, не принимая вас и не передаю дальше. Не принимая туда, передавая вам. Я вам организовываю именно прямую связь без посредников. организовываю именно вот эту связь без посредников. Какие сомнения? Вы скажите. Почему вы сами не можете это сделать? Не знаю. Не знаю, почему вы сами не можете это сделать. Я тоже сам не мог сделать. Мне жена объяснила, как это делается. А она получила оттуда. Я так сможешь сказать, номер два. Но именно это состояние убирает посредников между бабой и преданным. Между бабой и преданным. Между Богом и преданным. Между какая разница, каким Богом и преданным. Значит, что? Нужно вам стать преданными. Преданными, верующими, которые предали себя в руки Бога. и тогда он протягивает и говорит, ну, я тысячи лет ждал, пока. У Сейбовы также есть такие слова. Отдайте мне все ваши проблемы, все ваши трудности, все ваши горести, и я их решу. Я для этого и существую, чтобы их решать. Отдайте мне их, рискните выпустить из рук. и я их все решу. Только не указывайте мне, как их решать. Вы приходите к врачу и указываете врачу, как вас лечить. Не надо так делать. Отдали и забыли. И он будет решать ваши проблемы. Вопрос? Скажите, я был на последний момент, когда вы приезжали и сейчас вы сказали, что не надо телу мешать, когда вы в протоке, пусть оно делает само, движется, это ваш проток, и оно само знает, как двигаться, мешать. Я вот на предыдущем семинаре вы говорите, а сейчас мы будем давать установку. Я сильный программу тела, или, например, я там боец и набор, как мы получается вмешиваемся и указываем высшему, давай-ка сделаем меня таким. Я просто еще до этого не дошел. Я до этого еще не дошел. Да, с удовольствием отвечу. Есть состояние тотальной связи с учителем, а есть кайфуй. Такой стиль. Понимаете, как? Когда ты отработал вот эту первую часть состояния тотальной связи с учителем, когда учитель уже все, что можно на сегодняшний день с тобой сотворил, ты можешь этот поток применять в жизни. Для того, чтобы применять в жизни, нужно сначала его исследовать, что в тебе есть. И ты можешь экспериментировать, войдя в поток, ты можешь сказать цигун. и твое тело начнет делать движение цигун. Только этот цигун будет твой личный, персональный, который способен принять твое тело. Цигун, хорошо, ты закончил цигун, посмотрел, да, цигун, интересно, тайчи, боевые искусства, потанцевать, поиграть на музыкальном инструменте, порисовать. Этот источник неиссякаемый, все зависит только от степени вашей веры, от тех накоплений, которые были в прошлом, и от милости. Так что идеальный вариант просто жить в потоке и не вмешиваться. мы можем иметь право мы такое вообще говорить, а сейчас установка я должен быть такой. Как я могу говорить, если у меня я подруги Богу, давайте сделаем меня сильным бойцом, как я могу такое указывать? Ну, вы знаете, что давайте разбираться, так сказать, по понятиям. А ну-ка, давай-ка, сделай-ка меня сильным, кто так разговаривает с Богом. Программу, когда я даю, я посылаю импульс учителю, Богу, Всевышнему, импульс. Покажи, пожалуйста, цигун. Просто цигун, просто как импульс туда. И уже жду, что он мне выдаст. Он ведь может и не выдать. Да. Конечно. Проси, да оно будет. Но когда ты находишься в состоянии тотальной связи, то ты можешь туда послать желание «прошу». И оно может не реализоваться. И ты от этого не расстроишься. Потому что на то воля его. Прошу. И вы можете по мере работы в потоке экспериментировать, что у вас открылось, что вы можете. Я экспериментировал, допустим, с фортепиано, не дай Бог, не надо. много раз. Поверьте, я понял, это не мое. Это так не мое, что даже кошка чуть не повесилась. Это не мое. а мой товарищ, музыкант, в потоке работает уже 10 лет. Он, хотя не играет на фортепиано, он скрипач, басист, басист, но в потоке работает на фортепиано. И оценка его деятельности какая? Какая? Вот, допустим, приехал, приехал, был день рождения у Майкла Джексона, и вся его семья прилетела в Берлин. Они сняли кораблики, по шпрее, плавали там, праздновали день рождения Майкла, Майкл не прилетел, это было за год до его смерти. И мой, так получилось, что мой товарищ сидел, играл на фортепиано, как музыкальный фон. И в этой команде были кто? Папы джаза. Вообще, элита музыкальная. Он говорит, я вначале дрейфил, а почему мне дрейфить-то? В поток и погнал лобать на фортепиано. Так его окружили музыканты эти и говорили, ну ты даешь, вот это Афин, как ты его выдал? А он даже не думает об этом. его поток работает. У меня не работает. Я от этого абсолютно не расстроен. Хорошо, допустим, я смело делаю мануалку там, шиатсу, массаж, боевые искусства с любым видом оружия против любого количества противников. Это мое. А кому-то это просто неинтересно. Это желание, допустим, это способность, но еще из прошлого, потому что я свои воплощения ниндзя видел, там самурайские видел, поэтому во мне это есть. А если у вас есть другое, и оно прибывается через вас, пожалуйста, пользуйте это, экспериментируйте, но это не значит, что хочу быть владычицей морскою. Эту сказку про корыто мы уже слышали. Здесь пожалуйста, покажи, если на то воля твоя. Возвращаюсь к каждой просьбе добавьте, если на то воля твоя. вот в чем дело. Требовать оттуда вы ничего не можете. Вы можете только просить, потому что вы кто? Вы преданные. Преданные Всевышнего в любом облике, с любым именем, но Всевышнего. Преданные это значит по Саибаба называет их хакти. преданные Богу. Это также посланцы Саибабы самый короткий и самый безопасный путь к Богу. Он приводит такое сравнение. Есть путь джняни, это через знание, который должен все понимать, все контролировать, все оценивать и с помощью мощнейшей работы интеллекта приблизиться к пониманию Бога, осознать что-то, но самое главное осознается за пределами ума, поэтому с умом вы можете только дать направление, куда двигаться. А есть в хакти преданные, я преданный, я абсолютно преданный всевышнему, которого объяснение, которое объяснение не требует. Саи-баба говорит, преданный это как джняни и бхакти, джняни это как рожденная обезьянка, обезьяна родила, вот так вот толкнула, иди живи, и вот эта маленькая обезьянка сама учится жить через уроки, через шишки, через муки, через голод, через все, что угодно. Научилась, хорошо, не научилась, ну что, что поделаешь. А бхакти преданные это как рождение котенка, когда мама за тобой вот так от всех защищает, кормит, когда нужно возьмет аккуратненько и перенесет в нужное место. Так вот, я бхакти, я не хочу понимать всех этих механизмов, в данный момент может быть даже и не могу, но основная задача, что я не хочу даже это понимать, как это работает, я знаю, что это работает, это работает на почве абсолютной веры в Бога. И Бог, он не наказывает, Бог может только любить. У бабы есть выражение, Бог это любовь, любовь это Бог. Все, дебаты закончились. Все. И если вам кто-то внушает, ты грешен, ты родился во грехе, родители ваши во грехе, изначально мы все грешны, Адам и Ева, и погнали. Забудьте этот бред. забудьте. У Саи-Бабы во время, когда он был еще молодым, приехали брамины и делали какую-то пуджу. И в Индии тоже такое было, что в конце этой пуджи они завыли. Ой, да мы грешные, да все мы грешные, да мы все из греха. изначально Саи-Баба сказал, что? Стоп! Стоп! Что за фигню вы здесь воете? Это, говорит, придумали специально служители культов, чтобы вогнать вас в состояние греха и сорвать с вас побольше денег. Вы должны петь «Я свят, действия моей святы, родители моей святы, и Бог всесилен». Все. И всемогущий. Достаточно. Если все по воле Всевышнего, на все воля твоя, кто из вас грешен? Когда ты приезжаешь в Ашрам к Саи-Бабе, Саи-Баба говорит такую фразу, от вас требуется только одно контролировать реакции на ситуации, которые для вас создают. Это относится ко всей нашей жизни. Мы жизнь свою изменить, до сих пор не могли. Я застаю на этом внимание. До сих пор мы свою жизнь изменить не могли. Мы могли только изменить реакцию на то, что нам приходит. грешен. Ну а кто может сказать, что я не грешен? Кто хоть один человек может сказать, я не грешен? Он святой значит, Это как сказал Золотом Теленке, кто спустил не грешен? Не, если он сказал, если это девочка, то пусть бросит меня камнем. Да, а это Иисус сказал, Иисус сказал, кто безгрешен, первый бросит меня камнем. Давайте тогда немножко поговорим, что такое понимание греха. Это состояние греха, это что? Себя винить за то, что вы что-то сделали не так? и продолжаем делать, да? И тоже не так? Прекрасно. Прекрасно. У меня есть знакомый в Берлине. Ему снятся пророческие сны. На его жизнь, на первые, на ближайшие три дня. Он вот все знает, что будет через три дня. От а до я. И все это происходит от а до я. Мы с ним сидели как-то на дне рождения моего товарища, и он мне рассказывает, Женя, ты представляешь, вижу сон. Буду ругаться со своими подчиненными. А он там второе лицо в фирме большой. Он их будет заставлять работать, немцев, какой-то иностранец. На вторую смену, чтобы они пошли, потому что большой заказ. А они будут протестовать. И вот в финале будет дикий скандал, и они пойдут к главному шефу, и главный шеф все-таки заставит их всех работать, и он будет прав. Но скандал был дикий. И он говорит, Женя, я знаю, что будет скандал, я ведь все это знаю, я для себя решил, я не буду ругаться. Приходит этот день, все происходит так, как он видел во сне. Он приходит к себе на работу, ага, так, ругаться не буду, все, я это видел, ага, подходит к своему этому начальнику, и приходит к себе, когда уже отругался, все это произошло, и уже этот начальник дал указание тому начальнику работать, тому бригадиру. подумайте. Это все равно произошло, как бы он не пыжился, это произошло. В его ситуации он может только одно проконтролировать, винить себя за это, или не винить. Как мне один сказал хороший товарищ, он вертолетчик летал на самолетах, на вертолетах сказал такую фразу, Женя, обида пройдет, а опыт останется. Так вот, от всех ваших ситуаций в жизни обида пройдет, а опыт останется. Если идет повторение опыта, я могу сказать, как можно подойти к ситуации, когда ты одну и ту же шопку повторяешь многократно. Для меня не примером, а объяснением этого является мой брат. он любитель выпить. Не простой любитель, профессионал. И много лет он был профессионалом. и я написал письмо в 2002 году, попросив бабу бога, блин, конкретно в руки дал ему письмо с просьбой освободи моего брата, пожалуйста, от алкогольной зависимости. Баба взял это письмо. Проходит год, брат квасит еще больше, второй еще больше, третий еще больше, четвертый, думаю, куда ж можно больше, я начал как-то ерзать, хотя я бхакти преданный, брат-то помирает, братка, ухи просит, думаю, что это не так, и здесь Саибаба появляется у меня во сне и говорит, не волнуйся, я освобожу его от этой зависимости, я опять жду, и чувствую, что все, еще чуть-чуть, мой брат ластами щелкнет и к верхним людям. Все, покупаю билет ему в Индию, оформляю визу через Москву, все это организовываю из Берлина по телефону, все организовал, все, его из трехнедельного запоя, в руки билет, паспорт и отправили. Прилетает он в Индию с двумя бутылками водки, ну, как положено, на всякий случай. Эта водка до сих пор валяется там где-то по ашрамам где-то там, кто что-то намазывает себе, настойки делают из этой водки. Прилетает туда, мы с ним сидим, на третий день мы сидим, Саибаба сидит, мы сидим в ашраме, в этом, в Мандире, и здесь мой брат умирает. умер. Его похоронили, показали всю жизнь, похоронили, все-все-все, сердечный приступ. И он пришел в себя. И Саибаба ему говорит, явился ему в видении и говорит, если бы ты сейчас был у себя дома, ты бы умер от сердечного приступа. Но так, как ты сидишь здесь, я дарую тебе жизнь. И у него сердце пум и заработало. И здесь я, сидящий рядом с ним, который не обладает ясновидением и чем-то такими спецспособностями, кроме изготовления ключей, поворачиваюсь к нему и говорю, ну как, ты видел свою смерть? Я слушаю, как мое тело поворачивается и говорит ему, ну как, ты видел свою смерть? Он преданный Саибабы. Он преданный Саибабы от А до Я. А теперь насчет греха. Как-то он после этого стал пить все меньше, ну как меньше, он четко почистил ситуацию. Он вернулся из Индии, пришел к своей жене, сказала, жена, я умер, развелся, женился на другой. Да, молодой, конечно. Ситуацию изменил. И все пьет меньше, меньше и меньше. И где-то год назад он уже все, это после посещения Саибабы. Год назад звонит мне, а я сразу по голосу понимаю, что он уже в ауте. и говорит по моему понятию фантастической красоты фразу, которая отвечает на многие вопросы о грехе. Он мне говорит, Женя, ну сколько еще Саибаба будет сжать водку через мое тело? вот и понимаете, что такое грех. Он себя абсолютно виновным не считает. И в финале да, он бросил пить, он сейчас вообще не пьет. Он вообще не пьет и все, и это легко, и даже голодал там 33 дня там вот на пост, а хотел 45, слава богу, отговорили, чтобы в ночь точку бы шел. И вот такой подход. Вы можете, Саибаба говорит так, если совершили какой-то грех, посмотрели, осознали, выводы сделали и отпустили. чем больше вы возвращаетесь к этому греху мысленно, тем больше карма будет преследовать вас за это. Так что в ваших просто чисто эгоистических интересах один раз оценить, сделать вывод как опыт, принять это как опыт и отпустить. А чтобы не повторялось что-либо и не вляпываться в какие-либо передряги, не осуждайте. У меня было два момента в жизни, которые я осуждал. Я попал абсолютно в эти же ситуации. Абсолютно. Что я осуждал, я то и делал. Дважды. Мне хватило вот так. Перестаньте осуждать, потому что все делает он. Даже по простому логическому объяснению вы же все знаете, что такое карма. Или кто-то из вас думает, что человек живет один раз. Рассмешите меня кто-нибудь, скажите это. Что человек живет только один раз. А дальше или же 40 действенниц, или же ад. Ну, не смешите меня. И вы знаете, что существует карма, существует реинкарнация. И мы все знаем, что мы живем в мире следствия. Мы родились здесь в результате предыдущих жизней. Мы получили наших родных и близких в результате наших предыдущих жизней. И все события в нашей жизни происходят в результате прошлого. Наши реакции на эти ситуации, которые с нами происходят, создают наше будущее. простили кого-то, прекратили связь, погасили карму. Отпустили кого-то с миром, без злобы, имею в виду, в отношениях там, вы развязали связь, вам стало легче. Не вините себя, не терзайте себя своими ошибками. Отпустили это чувство греха, стыда и вины. Вы развязали эту связь. Саибаба говорит так, обратите внимание на ребенка, который учится ходить. Он сделал пару шагов, упал, поплакал, встал, а опять делает следующие шаги. Упал, посмеялся, встал и пошел дальше. Будьте как дети, которые учатся ходить в этом плане. Если вы что-то совершили и будете постоянно себя винить, все, вы себя привязали к тому, что вы совершили. Отпустите. И во многих книгах это для женщин пишется. Женщина, которая когда-либо совершила аборт, никогда не достигнет вершин духовных или просветления. Фигня, доказанная жизнью. Если все по воле его. Кого винить? Что? Классная философия. Да. Да. Нет, секундочку. Секундочку. Хоть что творить? Да. Да, по воле его. Конечно. Творишь, что хочешь? Да. Ну, что хочешь? Вот взял и начал творить. А вот фиг с маслом. если ты даже решишь не ругаться, а видел, что будешь ругаться, ты будешь ругаться. Кто видел лекции Ромеша Балсикара? Вот там полный пофигизм. Я еще просто маленькая пилюлька по сравнению с Ромешем Балсикаром, с просветленным мастером, тот вообще такое говорит, что после ты думаешь, а что вообще шевелиться? И думаешь, вот сядешь на кровати и будешь сидеть, а не сидится. Все равно встанешь и будешь что-то делать. Только вопрос с чувством греха или без чувства греха, с чувством вины или без чувства вины, с осуждением соседа или без осуждения соседа. Вот в чем разница. А ты все равно встанешь и будешь действовать, потому что все наше тело наполнено действием, как бы мы не хотели. Для этого вся эта игра и создана. Нам нужно кушать, двигаться, зарабатывать, что-то делать, общаться. Хотим и не хотим, это будет. И быть йогом спокойным, отрешенным в пещере намного проще, чем быть просто нормальным человеком в социуме. Станьте йогами здесь в жизни, в миру. вот этими оплотами спокойствия и принятия этого мира. Это незримая, мощнейшая энергия трансформации себя и окружающих. себя и окружающих. Поверьте, после того, когда вы воткнетесь в поток и получите эту силу, я думаю, что сидящие здесь некоторые могут подтвердить. Ваше окружение может, половина окружения просто вот так вот притянется к тебе и скажет, что-то мне хочется рядом с тобой посидеть. вот сидит, молчит, отчего даже не знает. Сидит. А другие в ужасе разбегутся. Он даже рядом находиться не сможет. Может, вибрации будут до того различные, что он рядом не сможет находиться. Но главное, для чего мы все практики делаем? Для чего мы напрягаемся, медитируем, понимаете, сопим там в две дырочки и делаем вид, что мы отрешились? Да. Только для того, чтобы быть счастливым. Только для того, чтобы быть умиротворенным, спокойным и смотреть на этот мир. А, хрен с ним. И все. Быть внутри счастливым единственная цель всех наших практик. А нам внушают, нет, что ты такой спокойный? Либо как там, больной, либо подлюка, если не пьешь, да? Нас приучили, нет, мы должны вот так вот маму любить, папу любить, детей, вот так вот задушить своей любовью. и многие это делают и считают, что так и надо, нас же так учили. А на самом деле на все воля его, на самом деле это ваша карма, либо золотая цепь, либо железная цепь, и пилить ее, понимая, что никуда не деться. А мне хороший вопрос задали сейчас в Кусе. А можно ли с помощью потока облегчить карму? Ни много, ни мало. Вот такой вопрос. Думаю, вот какие хитромудрые, а? И я говорю, да, можно с помощью потока изменить карму. Как? Очень просто. Если вы смогли все-таки после всей болтовни, которая здесь будет, рискнете прийти и довериться той силе, которая в вас войдет, вы, значит, стали верующими с большой буквы. Вы получили подтверждение вашей веры, и тогда у вас есть все основания с ним договариваться напрямую, а он сценарист. Он написал ваш сценарий. И вы можете его просить о том, чтобы он сценарий переписал. И если он увидит, что вы искренне это просите, ему что-то думаете, жалко вам дать. Нет. Я вам скажу два примера. Сайбаба был тогда в Бомбее, какой-то там был праздник, и к нему прибежала одна преданная, много лет было мне преданная, говорит, Баба, 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 мой муж умирает там где-то в госпитале, где-то там в Индии. Он говорит, ну и пусть умирает, но время пришло. Говорит, ну нет, у нас еще дети, вот хотелось бы, чтобы он там детей поставил, кто же будет их учить? Говорит, ну ладно, дам ему пять лет, но учи, и в следующей жизни вычту. Так вот у вас, у каждого есть возможность напрямую просить Всевышнего, чтобы он для вас переписал сценарий и добавить, если на то воля твоя. Потому что изначально на все воля его. Вы можете просить переписать его сценарий, и он перепишет. Вы же знаете все эти техники визуализации, там же приезжает к вам мастера, сядь, представь себе мужа, ты представь, какой ты хочешь, там, дом, какой цвет, краска, пощупать, даже запах дома почувствуй. И сидят, да, видно, пробовали, сидят, представляют, и все это появляется. Да, и у многих это появляется. Это все работает. Мы живем в мире исполнения желаний. И все это появляется. Но кто-то из приехавших вам объяснил, под какие проценты все это вам дается. Вот когда после уйдете к верхним людям, все равно с собой дом не заберете, вам дадут список. Так, мрамор белый столько-то, краска-то столько-то, это столько-то, вот такая сумма, столько-то процентов в ужасе. А нас не предупреждали. Вы их в обязанности не входит предупреждать. А я вас предупреждаю, что все ваши эти визуализации это духовный кредит под высокие проценты. Единственный вариант выбираться из этих пуд воплощений, из этих пуд страданий, несчастей, это довериться Всевышнему. и просить... Что-что? Чем процентов давать? Воплощениями. Конечно, воплощениями. А как же еще? Это довериться ему и сказать, я прошу твоей милости. Просить нужно. И он даст вам. Но что просить? Вы не знаете, что вам нужно? Просите милости. Потому что в слове милость, входит то, что вам нужно в данный момент сильнее всего, что продвинет вас по пути вашего духовного развития. Все ваши достижения в физическом мире, ваши дипломы, ваши особняки, ваши счета в банке, поверьте, ну, никого не волнует, кроме наследников. Всевышнему это, но абсолютно параллельно. И для него важно только одно, сколько шагов вверх по духовной лестнице вы сделали из-за этого воплощения. И есть особая милость Всевышнего. это проживание кармы во сне. Вот это милость, вот это истинная милость. Вам, может быть, пришлось бы еще воплощаться один-два раза, чтобы развязать те долги, ту карму, которая у вас есть. А он вам во сне даст воплощение, вы его во сне проживете и завершите. Во сне вас убьют, во сне вас изнасилуют, во сне вас казнят, во сне вы потеряете своих детей. И это будет реальное проживание кармы. И это будет реальная милость Всевышнего вам. И это работает. Сам несколько воплощений во сне прожил. Так что карму можно облегчить. Карму можно прожить. Только одно просите его милости. Ну вопросик очередной есть. Вы знаете что я у меня телефон со Всевышним прямой. Как-то русские пришли на интервью к Сейбабе и говорят Баба а у тебя мобильник есть? Он говорит есть. А позвонить тебе можно? Он говорит можно. А телефон дай записывай. Ом. Три раза ом. То что у каждого сейчас есть телефон Всевышнего. А когда вы вошли в поток вы на прямой связи. И конкретно с ним беседуете. Но случай чтобы человек вообще не вошел в поток может быть я не знаю может быть и присутствующий кто-то знает потому что кто-то может сказать что я ничего не понял есть такие есть какие-то люди которые сказали я ничего не почувствовал ну что-то там двигалось ну фигня какая-то но чтобы вообще не вошел я у меня на практике такого не было я я ведь перед тем как приехать сюда я позвонил и говорю баба пришли пожалуйста только тех кому это нужно пришли пожалуйста только тех кто готов принять эту милость не надо толпу и он всегда это делает и он всегда это исполняет потому что в Берлине есть много желающих приходит ко мне но у меня индивидуальный отбор да или нет и процентов 90 получает ответ нет не из ума вот он подошел говорит можно я говорю нет потому что у меня внутри нет и я даже не ломаю голову почему нет и что он такое сделал нет меня это не волнует у меня ответ нет до свидания да заходи даже если ты там одна рука одна нога и один глаз заходи если да пожалуйста значит да он готов вы все сидящие здесь все да у вас всех есть способность получить это использовать это в своем духовном развитии вот вам подтверждение вот так еще вопросик слушаю да не получилось удержать до конца секундочку секундочку не поток осознанности это получается что вы тогда приведите мне на русский язык что такое поток осознанности это что вы должны понимать что происходит да да а я говорю нет даже не пытайтесь понимать что происходит даже не пытайтесь джиняне я видел такого человека в челябинске у которого есть поток есть высокий интеллект и он связал интеллект с потоком интеллект ему подбрасывает картинки а поток якобы что-то делает и вот это вот такое такая мишенина все вместе и мухи и котлеты давайте разделим либо мухи либо котлеты понимать то что происходит вам не надо и даже вредно а когда вам нужно будет понять что вам нужно понять вам дадут понять это придет вам картинкой текстом внутренним пониманием моментальным как угодно вы поймете что вам нужно так на этом в этом и есть понимание слова веры и преданности веры и преданности если ты веришь и предан на какой фиг тебе понимать ты можешь видеть что вокруг тебя мир меняется ты можешь видеть что тебя спасли с помощью чуда раза два-три и ты поможешь после можешь потратить всю свою энергию и свое время на что понять а как же это произошло а вот мне не интересно как это произошло вот эта фраза очень интересная быть здесь и сейчас я ее до конца понять не могу честно говоря быть здесь и сейчас ну да в принципе теоретически ведь я же с вами делюсь своим опытом то что я пережил а не то что я прочитал конечно я могу рассказать здесь и сейчас это прошлого нет будущего нет только этот момент это есть жизнь и погнали погнали я не могу вам объяснить что такое здесь и сейчас потому что у меня этого опыта нет может быть я всегда здесь и сейчас но об этом не знаю поэтому объясните я вам эту фразу не могу почему да потому что я не являюсь учителем являюсь ключником вы получите свой персональный ключ от вашего ларца ваших воплощений и вы уже используя ваш персональный ключ минуя думалку для начала будете копаться в ваших накоплениях но это понимаете как в лото русское лото знаете засунуло там барабанные палочки так вот вы туда раз порылись оп и даже не знаете что вытащили проверьте что такое какие драгоценности вы накопили а начнете понимать не знаю это не мой конек понимать вот так бы я сказал но пониманием поток задушить можно легко поток можно задушить желанием агрессией ненавистью этими эмоциями негативными эмоциями в первую очередь поток можно замусорить у меня есть товарищ сей бабист он лет пять уже работает лет семь в потоке вот я недавно с ним встретился он живет в другом городе в другой стране я к нему приехал он мне говорит Женя не могу войти в поток я говорю почему а он так ненавидит коллегу у себя по работе он так ненавидит что просто эта ненависть перекрыла ему весь поток я говорю ну что проще всего ну возьми просто прости его он говорит не могу простить я говорю ну пошли ему любовь на встрече не встречаемся он приходит же на работу видит его встречаемся ну и как смог говорит не смог я говорю ты какую любовь посылал он говорит свою любовь посылал я ему рассказал эту притчу не притчу а историю как летела одна англичанка на самолете и опять же в национальные игры там у них не знаю какие самолет захватили террористы а у нее телепатическая связь со своей бабой и она говорит баба баба помоги и баба говорит ты что орешь что тебе надо она говорит вот террористы захватили самолет он говорит да пошли им любовь и она сидит пыжится посылает им любовь пыжилась пыжилась ну не получается террористам послать любовь говорит баба я не могу послать им любовь как же я она не с террористом он говорит а что ты пыжишься что ты послаешь свою любовь пошли мою любовь Не пытайтесь кому-либо послать свою любовь, у вас, может быть, ее и нет еще, и вы даже не знаете, что это такое. Пошлите любовь Всевышнего. Вот так, вот так, как угодно. Пошлите любовь Всевышнего тому, которому вы не можете послать свою любовь, которого вы ненавидите или презираете, просто так, его любовь, без какой-либо эмоции. И когда она это сделала, не свою любовь, а своей бабы стала послать, эти террористы как-то выпили шампанское, что-то там подрались, порезались, там, короче, все, плюнули и сдались. Вот так. Я говорю своему товарищу, говорю, а ты, прикинь, пошли. Любовь своей бабы. Он своей бабист, он знает, что это такое. Встречаюсь с ним на следующий день. Ну и как, смог? Он говорит, не смог. Почему? Блин, а мне жалко для него этой любви. Представляете, до какой степени ненависть кому-либо может перекрыть тебя полностью. Ну, конечно, пришлось поменять грубые физические методы. В финале он в поток вошел, все эти пробки повыскакивали, и он как заново родился, по его словам, скажем так. Но для этого нужно что? Не посредник, а та сила, которая воткнет вилку в розетку. Он тыкался, тыкался, вилочка выпала. Нет электричества. Раз, все работает. Поэтому поток. Что? Да. А до этого практиковал. Практиковал. Да. Да. А если кто, ну, кого от тебя болгасит, те, кто сами к этому устраняется. Да. Карма, батенька. Да. Это у них такая жесткая карма там между ними, что никак не могут разорваться. Вот в чем дело. Они пилят железную цепь. Вот и все. И если ты в потоке сможешь простить, все решится моментально. Но нет, он пока не способен простить, поэтому. А смогу простить, все прошло. Я уже рассказывал этот пример. С кислотой в лицо. Да. В Иране один ревнивый какой-то там мусульманин своей жене преснул в лицо кислоту. Она ослепла там, обезображена, все это понятно. И Коран, разобравшийся, шриадский суд, разобравшийся всей этой ситуации, поняли, что она невиновна. И была невиновна. Это просто ревность мужа затмила ему глаза. И они вынесли решение, что жена имеет также право взять кислоту и преснуть ему в лицо. И она отказалась. Она простила его. Да. Вот так прекращается действие кармы. Вот так гасится привязанность. Вот так ты становишься свободным. Вопросики? Ну вот на следском понятии. Ну вот потом жизни, если ты не, то есть, и что как бы нет в тебе ее спокойный, собрадочный как бы в вопросе жизни. Получается, вот разница от нашего вопроса жизни, то есть ты именно со всеми внешними, да? светский подход. Красивое слово. Светский потоп, подход. Да. Да. Что значит в потоке? Не суетишься, да? И когда тебе на ногу наехали, ты не суетишься. И когда тебя оскорбили, ты не суетишься. Когда тебе украли машину, ты не суетишься. Когда тебя поливают последними словами, ты не суетишься, да? Что, что? Нет, я не слышал, но хоть в трех словах. Да? Вы знаете, в чем дело? Все как бы тебе идет. Почему как бы? Или все тебе идет? Прекрасно. Прекрасно. Если вы уже живете так, то вам ничего не надо. Вы уже счастливы. Но если вы пришли сюда, то значит что-то не так. Значит чего-то не хватает. Значит что-то еще более качественного хочется, более мощного, хочется подтверждения. И вы его получите. И не было случая, чтобы кто-то не получил. Были случаи. Был вот в Киеве случай у меня и был в Челябинске у меня случай. Мне особенно нравится, когда приходят на все эти семинары ясновидящие. Мне скрывать нечего. Абсолютно. Я даже рад, когда они приходят. Пусть смотрят. Пусть восхищаются. Но некоторые люди воспринимают эту силу, этот поток, как будто бы я воздействую на него. Он уже выходит, как носорог. Становится перед тобой с четким, ясным желанием. Не поддастся. И прыжится. Его внутри поток. Гнёт, разрывает на части. Он пыжится. И финалец, с кем он соревнуется? Со мной? Да я здесь ни при чём. Он соревнуется только с собой. И да. И он может это остановить. Я говорю, поток. Вы только подумали, стоп, и он прекратился. Вы не захотели в него ходить, но никогда в него не войдёте. В любой момент вы скажете стоп, до свидания и стоп, до свидания. Вы в этом вопросе имеете вот такое громкое слово свободную волю. Представляете? Ведь вера в Бога это свободная воля. А во всём остальном нет. Постоянно находиться в потоке это вообще кайф. Это нужно. Но мы живём в Кали-Югу в физическом теле. Во попали. Здесь существует майя в самом плотном проявлении, в котором она ещё не была. И она всё равно выдернет. Она всё равно выдернет из потока. И мы всё равно помчимся за этой иллюзией. Только вопрос в том, что как часто мы будем вспоминать о потоке и нырять туда. Вот это будет укреплять качество, мощь и чистоту этого потока. Чистота, я имею в виду ваше невмешательство. Этот поток изначально чист. Он изумительно чист. Чище не бывает. Вот те тысячи солнц соединятся с вашими тысячи солнц. И они вместе резонируют. Но ваша голова решает быть этому или не быть. Подключить что-то туда или не подключить. Пожелать что-то туда или не пожелать. Никто никогда не подцепится к этому потоку и не войдёт в вас. Многие и у многих есть такой опыт астральных путешествий и кто-то возвращался с пассажирами. Кто знает такие случаи? говорят, да? А я встречался с такими случаями. У меня почему-то с одержимыми получается работать. Не у меня, у потока. Когда я что-то делаю, имейте в виду, не я делаю, поток через меня делает. И люди иной раз допускают к себе пассажиров добровольно, потому что им без них скучно. Они без них не чувствуют себя полными или полноценными или чувствуют себя одинокими и сами позволяют себе. Да, слушаю. Вы сказали, постоянно какой-то лучше находиться или даже нужно. А как же понимать, если в потоке ты отключаешь сознание, ум отключаешь и даёшь полудействовать телу. Как идёшь на улице, как-то отключаешь сознание, ум и тело твоё двигается само. Ну, а вы видели людей, алкоголиков, они отключили уже ум, сознание и идут себе. Да. А как же сейчас солнца нет. Да. Так вот, то, что вы рассказали, это и есть отключение ума и сознания и двигаться в потоке. А я говорю, что ум не отключается. Я же вам с самого начала сказал, что никакого гипноза, отключения или остановки ума нет. ума нет контроля. Секундочку. Я не говорю, что нет контроля. Есть добровольная отдача на волю, которую вы можете в любой момент остановить. не контролировать. примерно без контроля это... Без контроля чего? Тело не контролируешь, получается. А вы пробовали не контролировать? Да. Пробовали. Как долго? До часу. До часу. Вы хоть один раз прошли фазу, вот вы вошли в поток и выдержали столько времени, сколько он был, поток. Было такое у вас? Да. Хорошо. Вы хотели в этот момент контролировать свое тело? Но поток же остановился в какой-то момент? Да. Тогда берете свои грабли и идете дальше сами. Если после этого опять воткнулись в поток, он поработал пять минут, опять остановился, хватит. Вы, значит, больше не сможете вынести. Вы что думаете? Поток поток это нагрузка. Поток это такая нагрузка, что он может разорвать вас просто на части. Я вам рассказываю один пример. Когда я пережил самое мощное ощущение потока, это было в Индии. Жарко, я жил там в гостинице, сплю обнаженный, лег спать, и здесь меня выдергнут из кровати и голова. Представляете? Я сижу голый на кресле, передо мной женщина-врач в халате, в кепочке, смотрит на меня так презрительно и спрашивает женщину за моей спиной, говорит, это он? Она говорит, это он. Он опять на меня посмотрел, говорит, вы уверены, что это он? Она говорит, да, это он. А я сижу и с боковым зрением вижу, что здесь лежит женщина, которая рожает, и вот она вот-вот умрет. И тогда эта женщина, не раздумывая, берет меня вот сюда, совсем вот с таким размахом, вот так вот, ха, мне в руку. Я думаю, если она так попадает в вену, то она мастер. А я смотрю, это не вена, это не вена, не иголка, это электрод, который она мне воткнула в руку. И здесь на меня накатило. Такой мощи энергия, что мне волосы стали дыбом, и я почувствовал, как моя каждая клеточка на моем теле готова была разорваться от напряжения. Это напряжение длилось секунд, наверное, 15. Я понял, что я трансформирую нужную энергию для спасения этой женщины и ребенка. И после этого, а у меня над головой волосы дыбом и иску, тюх, 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 я просыпаюсь на кровати, сидя в номере, и у меня над головой иску, тюх, тюх, я сижу, и у меня такое ощущение, я физически это пережил. Я из этого видения перешел в физический мир с точно теми же ощущениями. И постепенно этот поток стих, я лег спать. Так что поток, иногда бывает, такой мощи, что он может вас просто разорвать на части. И я прихожу на следующий день к своей знакомой, и она видит. Она говорит, Женя, молодец. Я говорю, что молодец, две жизни, говорит, спас. Вот так бывает. поток, так что поток, он не всегда такой ласковый, сладкий. Иногда, когда нужно, он может вас просто разорвать на части. А если у вас есть вера, то это будет на грани, но не выше ваших сил. И почему я говорю заниматься в потоке, заниматься в потоке, выделять время в потоке, потому что каждый раз, отработав от начала до конца, вы плюс один вольт. Каждый раз, отработав от начала до конца, плюс один ампер. И каждый раз, отработав, вы прибавляете силу и мощь, которая может через вас пройти. Поэтому я говорю, входите в поток, работайте. От а до я, сколько можете, сколько он выдержит, сколько выдержит ваше тело, сколько поток посчитает нужным вами заниматься. А просто экспериментируйте. Кунг-фу, тай-чи, рисовать, танцевать, играть, что угодно. Развлекайтесь. Только не требуйте, я хочу, а просто, интересно, покажи, как это. И все. Босиком? Вы знаете, что? Нет. Да, можно на шпильках, там маты как раз. Я босиком хожу, потому что, я давно хожу босиком. И хожу босиком круглый год. Что? Это не связано с потоком, это связано с неправильным распределением энергии. Я, видно, в каком-то воплощении накосячил, и сейчас, когда я одеваю обуви, начинаю гореть. Поэтому я хожу босиком. И мой брат ходит босиком. И когда стоим мы в Вологде, на улице минус 28, на базаре, вот в этих тапочках, я тогда занимался шитьем, у меня были свои цеха, я пришел проверить торговца, который торгует моим товаром. И вот мы с братом стоим, на базаре, разговариваем с этим торговцем. И одна бабушка подошла, вот так посмотрела на ноги, вот так посмотрела на ноги. И после видит на весь базар, ну вы гляньте, какие сапоги, ну как ноги. Потому что ни одному нормальному человеку в голову не придет мысль, что это просто голые ноги. Да, натуральная кожа, действительно. Так что мы ходим босиком, вот так. И я всегда ходил очень быстро, а супруга где-то на 2-3 метра отставала. И прохожие всегда останавливали и говорили, ой, глянь, какой дурак босиком идет. Вот так вот мы веселились. Брат мой? Если просто мерзнуть, не знаю. Нужно греть тогда. Я про себя знаю, про других не знаю. Болячки? Ну, по классике это карма. Это карма. Но есть моменты. Одна преданная Сайбабы, много лет, из Новой Зеландии, по-моему, у нее была лейкемия, последней стадии. Она вот так вот к Сайбабе приехала, и он ее вылечил. И лет через 15, она ему задает вот такой вопрос, как вы. Он говорит, Баба, ведь наши тяжелые болезни, это наша карма. Он говорит, да. Так что я такое ужасное совершила, что у меня была лейкемия? Он говорит, да ничего. А почему что-то заболело? Он говорит, это я тебя заразил. Зачем? А чтоб ты ко мне пришла. Понимаете? Иногда болезнь дается вам только для того, чтобы вы вообще задумались о Боге. И это милость Его вам, а не проклятие. Потому что если не дай вам эту болезнь, вы так и будете развлекаться, смотреть на этот мир и срывать эти цветы жизни, которые вы срываете уже тысячи лет. Никакого толку. И вам дают болезнь, после которой вы мечетесь, мечетесь, никакие врачи вам не помогают. Обычно так бывает. И никто вас не может вылечить. И вы, когда поднимаете глаза к небу, говорите, господи, за что мне это? Вы уже на пути прогресса. Вот так. Да. Потому что все остальное не имеет значения. А духовный путь имеет значение для Всевышнего. Потому что чем ближе вы к нему придете, тем скорее вы с ним сольетесь. А ему видно в кайф, когда он с кем-то сливается. Вот он и подтягивает вас. И меня. Вот так развлекается. Потому что в ведах вы знаете, что написано. Это лила. Игра. Игра. Так давайте облегчим ему игру. Пойдем сами, добровольно, с помощью потока, к нему впасть. Пусть он нас ест. Пусть он нас любит. Ха, правильно. Пусть он нас любит. Потому что мы и он одно. Ну, 21.02. Или у меня в часы не спешат? Точно, да? Германия. Хорошо. Еще вопросы есть, могу ответить. Или уже расходимся. Вы там свисток дайте разбегаться, не разбегаться. Пожалуйста, пожалуйста, вы мне надо ходить обязательно. Я, например, раз, не могу. А что-то там. Мы вам отдельно в вену вгоним поток и ускорим этот процесс. Не волнуйтесь. Можно, да? Да, можно. Завтра. Завтра для тех, кто уже имеет инфекцию. Не спешите приходить. Во сколько начинается? В 11. В 11. В 11. В 10 написано. Значит, в 10. Человек в потоке. Начинается, значит, в 10. Поэтому, кто имеет поток, не приходите к 10. Приходите новые. Новые. Потому что будет персональная инициация. Она занимает время. На одного человека может занять и 15 минут, и 10 минут, и 20 минут. Все персонально. Поэтому к 10, пожалуйста, придите 2-3 человека, и с них уже начнется вот этот ком. А уже, наверное, часа через 2 потягиваетесь все остальные. Хотя, по большому счету, присутствие в зале уже имеет огромную, целительную и духовную, можно сказать, практику. Потому что во время инициации чувствуется такое присутствие, которое оставляет даже сидящих. Поэтому приходите, не приходите. Я все равно буду счастлив вас видеть. Так что спасибо, что пришли. И до завтра. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.